Привет! Хотите я расскажу вам про этот микроскоп? А про тестер? А этот столик как вам? Если да, смотрите до конца, в этом видео мы поговорим про эти гаджеты, и я вам расскажу, что можно купить, а что я не очень советовал бы. Все товары пришли мне с магазина Banggood, с которого я заказал уже много товаров, и все ссылки на товары я оставил в описании, если вас что-то заинтересует. Сначала я протестировал микроскоп, у которого диапазон увеличения от 50 до 500. Пришел он хорошо упакованным в заводской упаковке. В ней находился сам микроскоп с USB входом, кронштейн крепления, винтовое крепление, площадка и диск с драйверами. Собирается все очень просто. Данный микроскоп поможет вам в пайке мелких контактов, восстановлении шлейфов, поиске дефектов и царапин на ювелирных изделиях. Может использоваться в образовательных целях в области ботаники, энтомологии и биологии. Также будет отличным развлечением для детей, которые с удовольствием будут рассматривать различные предметы. Пригодится в нумизматике и филателистам. Подключить его к ноутбуку или компьютеру очень легко. Вы с диска устанавливаете программу, заходите в нее, перед этим включив микроскоп в ПК, и автоматически находится микроскоп и включается отображение на экране. Все элементарно. Для увеличения изображения используется колесико, расположенное в верхней части прибора. Устройство имеет 8 мощных светодиодов, которые помогут рассмотреть все важные изучаемые детали. Электронные USB микроскопы имеют максимальное расширение видеозахвата 1600 на 1200 пикселей. Формат видео АВИ. Во время просмотра изображения можно сделать снимок. Снимки получаются с разрешением 1600 на 1200 и 1280 на 1024. Чтобы сделать снимок, достаточно нажать красную кнопку, расположенную возле держателя прибора. А также есть возможность убавить подсветку или добавить регулятором на кабеле. И вот давайте посмотрим несколько тестов, как же работает и приближает микроскоп. Посмотрим вблизи заточку ножа, микросхему на телефоне, семечку и сахар. Микроскоп можно приблизить и удалить от объекта. И удобно навести зум, чтобы отчетливо разглядеть то, что вам интересно. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 И еще мне пришел крутой USB тестер с максимальной нагрузкой в 35 Вт. Нагрузочные устройства на основе мощного транзистора для проверки сетевых USB или простых зарядок и других устройств. Также может использоваться для разрядки аккумуляторов. Я же буду использовать его для проверки гаджетов в моих видео. Принцип таков. Вставляете зарядку в розетку, подключаете к ней тестер, а к тестеру присоединяете электронную нагрузку. Теперь нагрузка эмулирует заряженные устройства, а тестер покажет, выдает ли зарядка необходимый ампераж. Также можно измерять, сколько потребляет ваш гаджет на зарядке и выставить такое же значение на нагрузку для аккумулятора конкретного устройства. Так, ну и давайте протестируем наш тестер с помощью пауэрбанка вот такого. Но как бы мы будем тестировать и пауэрбанк, и тестер, будем смотреть на что он способен. Значит у нас заявленные характеристики по пауэрбанку, это у нас два гнезда идет. Одно гнездо с быстрой зарядкой, а второе гнездо обычное. И в втором гнезде, вернее в первом, с быстрой зарядкой у нас 5 вольт, показатель и 2, и 1 ампера. И сейчас мы будем проверять все это наше дело. Так, вот мы подключаем. Видим, что все запустилось. Так, у нас есть в нашем тестере три экрана, три таких окна. Вот мы нажимаем одной кнопочкой, вот выводится вольтаж и ампераж, потом время и мощность. Вот тут мы нажимаем, тут выводится тоже вольтаж, ампераж, время, сопротивление и температура. Ну и тут мы нажимаем, выводится время, также температура, мощность, потом ампераж. Так, и смотрим, значит, на втором заявлено 5 вольт при 2,1 ампере. Ну, мы видим 5,15 вольта. Будем, значит, давать, например, нагрузку будем давать. Видим, что 1, вот, 2,8, то есть, вот, 2,1, то есть, по заявленной мощности все совпадает со вторым ходом. Даем еще раз и будем, посмотрим, когда уже мощность вольтаж будет падать. Вот, видим, что еще палитаж сохраняется 5 вольт, а ампераж уже 2,3 ампера. То есть, это показывает, что пауэрбанк справляется со своими заявленными характеристиками даже немного больше. Видим, у нас температура 48, при температуре в 50 у нас запускается кулер, чтобы охладить. Или 50, или 55. Так, при 51 у меня запустилось, значит, при 55 запускается. Смотрим, 2,41 ампера, 5,16 вольт. Мы даем еще немножечко. Вот, 2,5 ампера, вольтаж не падает. Вот, слышим, как запустился кулер, чтобы охладить. Видим, 5,12, 5,10 вольт в среднем и 2,64 ампера. Это очень хорошие показатели. Вот, можем сразу переключить на другое окно. 2,64 ампера, 5 вольт. Это очень хорошие показатели для пауэрбанка. Сопротивление у нас 1,9 в среднем ом. Так, еще даем ему нагрузки. 5,77, то есть 2,77, 2,86 вольтаж не падает, заметите. Я думаю, вот, 3 ампера, вольтаж еще не упал, а заявленные характеристики 2,1. 3 ампера при 5 вольтах он выдает. Вот, только 3,12 ампера, уже вольтаж падает. Уже вот 4 вольта в среднем. Только мы опускаем до 3 ровно, до 3,02 и вольтаж поднимается. Это говорит о том, что пауэрбанк хороший и что заявленные характеристики у него даже выше. Также у меня есть вот такое вот зарядное устройство от Орико на 4 разъема. Что у нас по характеристикам? Говорит, что выдает 5 вольт, 2,4 ампера. Максимальная нагрузка, как я понимаю, 5 вольт, 6 ампер. Так, вставили и смотрим. 5,19 вольта, 0 ампер. Должно быть 2,4 ампера. 5 вольта, 2,4 ампера. Вот, видим уже 2,2 ампера. Вольтаж так и остается. 2,57 ампера. 5 вольт устройство выдает. Вот, 2,86. Даже 3 ампера. Вы меня в комментариях поправьте, если я что-то неправильно делаю. Но я так понимаю, все нормально. Вот, видим, при 3 амперах уже вольтаж падает. Вот, 3,12, 4,99. 3,20 еще, грубо говоря, 5. 4,99. 3,40 ампера и 4,99 вольта. Это хорошие показатели. 4,90 вольта, 3,68 ампера. Это очень хороший показатель. Вот, у нас уже запустился наш вентилятор для охлаждения. 4,96 ампера и 3,91 вольта. Я думаю, что у нас защита должна быть на зарядке. Я надеюсь, что она не сгорит. Вот, и мы смотрим, что при максимальной нагрузке у нас есть 4,86 вольта и 4,57 ампера. Это очень хорошие показатели. Вот, я на максимум выкрутил и сработала уже защита. Так, идем дальше. Давайте проверим наш кабель. Обычный кабель для зарядки. Мы втыкаем наше зарядное устройство. Вот, и подключаем уже кабель к тестеру. Вот, microUSB у нас. Оп, мы подключили. И теперь смотрим, не падает ли нагрузка при кабеле. То есть, кабель справляется с передачей заряда. Смотрим, что 2 ампера и 4,73 вольта. То есть, как мы можем понять, есть потери передачи заряда по кабелю. 4,67 вольта, 2,3 ампера. Но если смотреть, что у нас заявленные характеристики 2,1 ампер, вот, то мы выставим вот так. Сейчас мы выставим. Самое мало. Вот, 2,0 ампера, 4,75 вольт. Вот, мы плавно прибавляем нагрузку. Этот рычажок у нас дает максимальную нагрузку сразу, этот плавно дает нагрузку. Вот, то есть, можем заметить, что при подзарядке по этому кабелю у нас есть небольшие потери. Я не понимаю, почему по-китайски в других ребят я смотрел было по-английски, но это, как бы, не сильно большая проблема. Тут и так все понятно. Если я где-то ошибся в измерениях, то пишите об этом в комментариях, а мы идем дальше. А это у нас столик-трансформер для ноутбука. Он быстро и легко трансформируется в нужное вам положение. Ножки столика состоят из трех элементов, соединенные между собою вращающимися шарнирами. Это обеспечивает вращение элементов ножек на 360 градусов относительно друг друга. Эта конструкция обеспечивает возможность установки подставки трансформера почти на любую поверхность, на пол, кресло, на диван или кровать. Сделан он из алюминия, тонкого алюминия. Все вроде прочно, но все же я думал, что конструкция будет посерьезнее, если честно. Есть регулировка наклона, подъема, все педали в общем. Но если у вас тяжелый ноутбук, то я приобретать такой столик не советую. Конструкция под тяжелые гаджеты вызывает у меня сомнения. А если у вас, например, планшет, DVD-плеер или легкий ноутбук диагональю 15,6 дюйма максимум и весит не более 3-4 килограмм, то использовать такой столик можно. Мой ноутбук весит около 3,5 килограмм. Кстати, можно еще и книгу разместить. Есть, кстати, внизу отверстия для вентиляции. И книги, например. Ширина площадки 42 сантиметра. Высота одной ножки 26 сантиметров. Но максимальная высота 56. А вот почему так, вы напишите в комментариях. Поймете или нет, мне интересно. В общем, конструкция стала практичная вроде, но не знаю, или подойдет всем. Ах, да, кстати, площадка под мышку не внушает сильного доверия и держится на одном болте. Вроде крепко держится, но все-таки пластика, а не металл, и долго жить явно не будет. Первые два товара хорошего качества, и если вам нужны они в работе или хобби, то я рекомендую их. А вот столик у меня под сомнением, хвалить его я не буду. Но если вам нужен подобный девайс для легких гаджетов, то можно присмотреться. Вычитал еще, что у него максимальная нагрузка 3,5 килограмма. Старался быть сегодня для вас полезным, так что если вы поддержите меня пальцем вверх, то я буду вам благодарен. А также подписывайтесь на канал, скоро будет много чего интересного. Все товары куплены в магазине Banggood, и ссылки есть в описании. Это проверенная площадка, и можете смело там делать свои покупки, без всяких опасений. Спасибо за просмотр, всем пока. Продолжение следует...